Готов к труду и обороне. Этот девиз школьники Самарского спортивного лицея притворяют в жизнь. На первом экспериментальном этапе сдачи комплекса ГТО нужно прокачать пресс за одну минуту максимальное количество раз, коснуться полуруками и попасть в яблочко из автомата Калашникова. Такие же упражнения выполняли подростки 5-7 классов в Октябрьске, Отрадном, Чапаевске, Безинчуке, Кенель-Черкасах и Красном Яре. Было принято решение на уровне правительства Российской Федерации. Минспортом была поставлена задача по развитию этого комплекса ГТО. Сегодня как раз мы начинаем опробировать эту систему для того, чтобы уже применить со следующего года на все школы, на все муниципальные проекты. Дзюдоист Егор Зайцев свою жизнь посвятил борьбе. На кону олимпийское золото. Но пока в его копилке первое место на первенстве по Волжье. Егор Дня не может прожить без соревнований, поэтому когда узнал о сдаче норматива в ГТО, сразу решил, золотой значок будет в его наградной копилке. Рассказывать, может быть, своим детям, перед друзьями хвалиться, что есть, значок ГТО. Впереди у физкультурников целая эстафета испытаний. Бег, плавание, подтягивания, прыжки в длину, метание мяча. На финише судьи подсчитают баллы, сверят с официальными нормативами и самые спортивные подростки получат значки ГТО. Это зачет для меня. Я хочу узнать, на что я смогу. У нас есть физкультура, да, мы занимаемся, и у каждого свой вид спорта. А так, конкретно, мы не готовились. Лучшие физкультурники Самары попадут в сборную губерний для участия во Всероссийском фестивале ГТО. Финал пройдет в конце августа в Белгороде. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.